Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Аминь. Начитываю Новый Завет по столкованию блаженного филакта и с комментариями. Первое послание апостола Петра. Первый и второй стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, и избранным по предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножатся. Толкование. Блаженного филакта. Блаженного филакта. Хотя бы один раз каждый ролик говорит, чтобы помнили. Сказал пришельцам. Челезье почему-то. Или потому, что они рассеяны, или потому, что все живущие по Боге называются пришельцами на земле. Как, например, говорит Давид. Псалом 38, 13. Ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Имя пришельца не то же, что имя пришлого. Последнее означает пришедшего из чужой страны. И даже нечто более несовершенное. По предвидению Бога. Всеми словами апостол хочет показать, что он, за исключением времени, ничем не ниже пророков, которые и сами были посланы. А что и пророки посланы, об этом говорит Исаия. Благовествовать нищим послал меня. Исаия 61, 1. Но если он ниже по времени, то не ниже по предвидению Бога. В этом отношении он объявляет себя равным Иеремии, который прежде образований в очреве был познан и освящен, и назначен пророком для народов. Иеремия 1, 5. И как пророки вместе с прочим предвозвещали пришествие Христова, ибо для сего они были посылаемы, то объясняет служение апостольства и говорит, «Я при освящении духа послан, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Объясняет то, что дело его апостольства состоит в том, чтобы отделять. Ибо это означает слово «освящение». Например, в словах «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего». Второзаконие 14, 2. То есть, отделенный от прочих народов. Итак, дело его апостольства – посредством дарований духовных отделять народы, покорные Кресту и страданиям Иисуса Христа, окрепляемые не пеплом тельца, когда нужно очищать осквернение от общения с язычниками. Но кровью от страданий Иисуса Христа. Словом «кровью» одновременно предсказывают мучения за Христа, верующих в Него. Ибо кто с покорностью идет по следам мучителя, тот, без сомнения, сам не откажется пролить собственную кровь за того, кто пролил свою за весь мир. «Благодать», потому что мы спасаемся даром, не привнося ничего от себя. «Мир», потому что, оскорбив владыку, мы были в ряду врагов его. 1 Петра 1, 3, 4 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Толкование блаженного Феофилакта. «Благословляет Бога, благодаря Его, за все те блага, которые Он подает. Что же подает Он? Упование, но не то, какое было через Моисея, а поселение в земле ханаанской, и которое было смертно, а упование живое. Откуда Он умеет жизнь? От воскресения Иисуса Христа из мертвых. «Ибо Он как Сам воскрес, так и приходящим к Нему через веру в Него дает тоже силу воскреснуть». Итак, дар есть упование живое, нетленное наследство, не на земле отложенное, как, например, Отцам, но на небесах, отчего и имеет свойство вечности, чем и преимуществует перед наследством с земным. При этом упование еще дар сохранения и соблюдения верных, потому что Господь и об этом молился, когда сказал, «Отче Святой, соблюди их!» Иоанна 17.11 Силой. Какая же сила до явления Господня? Ибо если бы соблюдение не было сильно, то не простерлось бы до такого предела, «А когда столько и таких даров, то принимающим их, естественно, радоваться». 1 Петра 1.5 «Силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Толкование. «Если наследство на небесах, то открытие тысячелетнего царства на земле». Тире ложь. 1 Петра 1.6-7 стихи «А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Толкование блаженного Феофилакта. «Как учитель в обещании своем объявляет не одну радость, но и скорбь, говоря, «В мире будете иметь скорбь»» Иоанна 16.33. Так и апостол к слову о радости прибавил, поскорбев. Но как и это прискорбно, то присовокупляет слово «теперь», и это согласно со своим предводителем. «Ибо и он говорит, «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет»» Иоанна 16.20. Или слово «теперь» должно быть отнесено к радости, поскольку ее сменит будущая радость, не кратковременная, но продолжительная и бесконечная. А поскольку речь об искушениях производит смущение, то апостол указывает цель искушений, потому что через них опытность ваша становится очевиднейшую и драгоценнейшую золото, как и золото, испытываемое огнем, дороже ценится людьми. «Прибавляет, если нужно, научая, что не всякий верный, не всякий грешный испытывается скорбями, и ни тот, ни другой не оставляется в них навсегда. Праведники скорбящие страдают для получения венцов, а грешники в наказание за грехи». Не все праведники испытывают скорби, чтобы ты не почел злобу похвальной и не возненавидел добродетель. И не все грешники испытывают скорби для того, чтобы не подвергалось сомнению истинного воскресения. 1 Петра, 1 глава, 8-9 стихи. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, настигая, наконец, верою вашу и спасение душ». Толкование. Этими словами апостол указывает причину, почему праведники здесь претерпевают зло и частью утешают их тем, что они через скорби становятся славнее, частью ободряют их прибавлением в явлении Иисуса Христа, что именно тогда Он через обнаружение трудов доставит подвижникам великую славу. Присовыкупляет Он и нечто иное, увлекающее к перенесению скорбей. Что же такое следующее, которого, не видев, любите? Если, говорит, не видев Его телесными глазами, любите Его по одному слуху, то какой почувствуете любовь, когда увидите Его, и при том являющегося в славе? Если так привязали вас к Нему страдания Его, то какую привязанность должно произвести на вас явление Его в невыносимом блеске, когда и вам в награду подастся спасение душ? Если же вы имеете явиться перед Ним и удостоиться такой славы, то ныне покажите соответственное ей терпение и вполне достигнете предположенной цели. 1 Петра 1.10 К всему это спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Толкование. Поскольку апостол упомянул о спасении души, а оно неизвестно и странно для слуха, то свидетельствуется пророками, которые изыскивали и исследовали в нем. Они изыскивали будущее, как, например, Даниил, которого явлившийся ему ангел назвал за это мужем желаний, Даниилом 10.11. Они исследовали то, на которое и на какое время указывал сущий в них дух, на которое, то есть время исполнения, на какое, то есть когда иудеи через различные плены дойдут до совершенного богопочтения и сделаются способны к принятию таинства Христова. Примечать, что, назвав Духа Христовым, апостол исповедует Христа Богом. Дух же сей указывал на страдания Христовы, говоря через Исайю, 53.7, «Как овца веден был он на заклане, и через Иеремию 11.9 положим ядовитое дерево в пищу его, а на воскресенье через Осию сказавшего «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом его». Осия 6.3 Им говорит апостол, «Открыто было не для них самих, а для нас». Этими словами апостол совершает двоякое дело. Доказывает и предведение пророков, и то, что призванные ныне к вере Христовой известны были Богу прежде сотворения мира. Словом о предведении пророков он внушает им, чтобы они с верой принимали предвозвещенное им пророками, потому что и дети благоразумные не пренебрегают трудами отцов. «Если пророки, не имевшие ничем воспользоваться, изыскали и исследовали, и нашедшие заключили то в книге, и передали нам как наследство, то мы были бы несправедливы, если бы стали относиться к трудам их презрительно. Посему, когда и мы возвещаем вам то, вы не пренебрегайте, и благовестие ваше не оставляйте тщетным. Такой урок из предведения пророков. А тем, что верующие предузнаны Богом, апостол устрашает, чтобы они не показали себя недостойными предузнания Божия и звания от Него, но друг друга побуждали бы к тому, чтобы сделаться достойными дара Божия». Комментарий Игнатия Лапкина. Предпринятый нами труд по изданию Нового Завета по лучшим толкованиям Святых Отцов с небольшими нашими комментариями на места толкования, касающиеся проповеди, это дело весьма непростое и небезопасное. Мы заранее знаем, что как патриоты и православие будут поносить нас и обклеивать различными ярлыками сектанты, баптисты, псевдоправославные, раскольники, самочейники. Бог даст сил, мы все это перетерпим. Но, дорогие наши читатели, православные и неправославные, не судите наши намерения, с какой целью мы издаем эти книги. Наши читатели, мы не знаем вас, но мы любим вас, но более всего вас любит Господь. И очень сильно любили и любят вас святые мужи веры истолковавшие священное Писание. Мы хотим, чтобы эта любовь была к вам открыта и понятна, чтобы и мы, и вы спаслись, и в вечности все были со Христом. Никакой иной цели издания этого трехтомника у нас не было. Не опорочить праведных, не возвысить грешных, не показать себя в кавычках. Посему, когда и мы возвещаем вам это, вы не пренебрегайте, и благовестия наше не оставляйте тщетным. 1 Петра, 1 глава, 11-12 стихи. Исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Толкование. Если и апостолы, и пророки действовали Духом Святым, возвещая одни пророчества, а другие Евангелия, то очевидно, между ними нет никакой разности. Итак, вы должны, говорит апостол, иметь к нам такое же внимание, какое имели к пророкам современники их, чтобы не подвергнуться наказанию, постигшему непокорных пророкам. Нужно заметить и то, что в этих словах апостол Петр открывает Таинство Троицы. Когда он сказал Дух Христов, то указал на Сына и Духа, а на Отца указал он, когда сказал с неба, ибо слово с неба должно поднимать не о месте, а преимущественно о Боге, посылающем в мир Сына и Духа. Здесь предлагается увещание, выводимое из высокого достоинства предмета. Изыскания пророков о нашем спасении служили нам, а дело нашего спасения так чудно, что оно стало вожделено и для ангелов, а что наше спасение ангелам приятно, видно из той радости, какую они выразили при Рождестве Христовом, и пели тогда «Слава Вышних Богу!» Лука 2.14. Сказав об этом, апостол приводит причину сего и говорит «Так как это спасение ваше любезно для всех, не только для людей, но и для ангелов, то и вы не относитесь к нему с небрежением, но сосредоточьтесь и мужайтесь». На это указывают слова стих 13 «припоясав чресла, что Бог повелевал сделать и Иову» 38.3 и 40 глава стих 2. «Какие чресла?» «Ума вашего», говорит далее апостол, «приготовьтесь таким образом, бодрствуйте и совершенно найдитесь на предстоящей вам радость, радость во второе пришествие Господа, о которой Он говорил немного прежде», стих 7. 1 Петра 1 глава 13 16 стихи «Посему возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Толкование С образованием апостол называет увлечение настоящими обстоятельствами, ибо и ныне некоторые безумцы говорят, что нужно приноравливаться к обстоятельствам, но поскольку отдавая себя в волю обстоятельств легкомысленно, то апостол заповедует, чтобы они в ведении или в неведении придерживались этого доселе, но отныне сообразовались с призвавшим их, которые воистину свят, и сами делались святыми. 1 Петра 1 глава 17-19 стихи «И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Толкование Писание различает двоякий страх. Один первоначальный, другой совершенный. Страх первоначальный, он же и основной, состоит в том, когда кто-нибудь обращается к честной жизни, из боязни, боязни ответственности за свои дела, а совершенный в том, когда кто для совершенства любви к другу, для ревности к любимому, боится, чтобы не остаться перед ним в долгу ничем, что требуется сильной любовью. Пример первого, то есть первоначального страха, находится в словах Псалма 32.8 «Да боится Господа вся земля», то есть те, которые нисколько не заботятся о небесном, а только суетятся о земном. Ибо что им придется потерпеть, когда Господь восстанет, сокрышить землю». Исайя 2.19 21. Пример второго, то есть совершенного страха, можно находить также у Давида. Например, в следующих словах Псалом 33.10 «Бойтесь Господа все святые его, ибо нет скудости боящимся его». И еще в словах Псалом 18.10 «Страх Господень чист, пребывает вовек». В таком совершенном страхе жить убеждает апостол Петр тех, которые слушают его и говорит, «По неизреченному милосердию Создателя Бога вы приняты в число детей его. Посему всегда пусть с вами будет этот страх, так как вы стали такими по любви Творца своего, а не по делам своим». Много доводов употребляет апостол при убеждении. Он убеждает, во-первых, тем, что в нашем спасении принимает искреннее и живое участие ангелы, во-вторых, изречениями Священного Писания, в-третьих, необходимостью, ибо кто называет Бога Отцом, тот, чтобы удержать за собой право усыновления, необходимо должен творить достойное этого Отца, и в-четвертых, тем, что они получили бесчисленное благо через внесенные за них цену, то есть кровь Христову, пролитую в выкуп за грехи людей. Посему заповедуют им во все время жизни иметь спутником этот совершенный страх, ибо люди, стремящиеся к совершенству, всегда боятся, чтобы не остаться без какого-нибудь совершенства. Христос сказал, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна 5.22 Но апостол Петр говорит теперь, что Отец судит. Как же это? На это отвечаем также словами Христа. Иоанна 5.19 Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Из этого же видно единосущая Святой Троица, совершенное в ней тождество, и мирное, и невозмутимое согласие. Отец судит. Сказано безразлично, потому что все, все, что скажет кто-нибудь об одном из трех лиц, должно относить общее ко всем им. С другой стороны, поскольку Господь и апостолов называют детьми, Иоанна 13.33, и расслабленного говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои, Марк 2.5, то нет никакой несообразности, что Иоанн называется Отцом тех, которых Он возродил, сообщив им святость. 1 Петра, 1 глава 20-21 стихи. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Толкование. Сказав о смерти Христовой, апостол присоединил к этому Слово и о воскресении, ибо опасается, чтобы новообращенные не преклонились опять к неверию из-за того, что страдания Христовы уничижительны. Прибавляет он и то, что таинство Христово не ново, потому что неразумных и это возмущает, но от начала, прежде создания мира сокрыто было до приличного Ему времени. Впрочем, оно явлено было и пророкам, которые изыскивали это. И теперь говорит, что предназначенное прежде создания мира ныне явлено или совершилось. И для кого совершилось? Для вас, ибо для вас, говорит Бог, воскресил его из мертвых. К чему же для вас? Для того, чтобы очистив себя послушанием истине через Духа, вы имели веру и упование на Бога. Почему очистив? Потому что веруя в того, кто воскресением из мертвых положил начало вашей нетленной жизни, вы и сами должны ходить в обновленной жизни, римлянам 6.4, по примеру призвавшего вас к нетлению. Не смущайся тем, что здесь апостол Петр и неоднократно апостол Павел говорит, что Господа воскресил Отец Деяния 13.37 и 17.31 Так говорит он, употребляя обычный образ учения. Но выслушай, как Христос говорит, что Он Сам Себя воскресил. Он говорил, разручьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Иоанна 2.19 И в другом месте, имея власть отдать жизнь, и власть имея опять принять ее. Иоанна 10.18 Не без цели усвояется воскресение Сына Отцу, ибо Сим показывается единое действие Отца и Сына. 1 Петра 1 глава 22-25 стих Послушанием истине через Духа очистив души ваших нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца как возрожденные не от тленного семени но от нетленного от Слова Божия живого и пребывающего век ибо всякая плоть как трава и всякая слава человеческая как цвет на траве засохла трава и цвет но Слово Господне пребывает вовек а это есть то слово которое вам проповедано толкование сказав что христиане возрождены не от тленного семени но от нетленного Словом Божиим живым и пребывающим вовеки апостол выставляет на вид ничтожность и крайнюю непрочность славы человеческой обуждая тем слушатели сильнее держаться прежде преподанного учения то как оно постоянно и простирается навек а земное скоро истревает по самому существу для подтверждения сего здесь приводится трава и цвет на траве слабейший по бытию нежели трава им и Давид уподобляет нашу жизнь Псалом 102 15 показав малоценность славы нашей апостол снова возвращается к объяснению того что же именно возродило их словом Божиим живым и пребывающим вовек и говорит это есть то слово которое вам проповедано утверждает о всем слове что оно пребывает вовек потому что и сам Господь сказал Матфея 24 35 и небо и земля придут но слова мои не придут должно знать что слова к нелицемерному братолюбию нужно читать в таком порядке от чистого сердца любите друг друга постоянно к нелицемерному братолюбию ибо окончание дела обыкновенно следует за тем что производилось для него а как за постоянной любовью друг к другу от чистого сердца следует нелицемерное братолюбие, то справедливо, чтобы слова чистого сердца и прочие стояли впереди, а слова нелицемерное братолюбие после них. Апостол показал преимущество духовного возрождения предрождением плотским и выставил на вид малоценность славы смертной, именно что рождение соединено с растлением и нечистотой, а слава не отличается ничем от весенних растений, между тем, как Слово Господне ничего такого не испытывает, ибо всякое мнение человеческое скоро прекращается, а Слово Божие не так, оно имеет вечное пребывание, с такой целью у Него прибавлено то Слово, которое Вам проповедано. Комментарий Игнатия Лапкина. Мнением человеческим может быть все, кроме Библии. Беседовать о спасении с православными невозможно по Библии, ибо у них все построено на человеческих мнениях. Да коли не будет установлен авторитет Библии, ни о каком спасении речи не может и быть. Строящий на временном фундаменте может иметь временный успех, ибо всякое мнение человеческое скоро прекращается, а Слово Божие не так, оно имеет вечное пребывание. 1 Петра, 2 глава, 1-6 стихи. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий у Него не постыдится. Толкование и так говорит, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Этими немногими словами Он обнимает все множество и разнообразие зла. Ибо возрожденные к нетленной жизни не должны впадать все эти злобы и предпочитать несуществующие действительному. Ибо зло не есть сущность, но заключается в погрешности рожденной сущности. А большое различие между жизнью, самоличной и тем, что только сопривходит к ней. Они должны, говорит, явиться свободными от коварства, лицемерия, и зависти, и от всякого злословия. Ибо коварство и злословие далеки от истины и проповеданного вам учения. Коварство ищет погибели обманываемого им. Лицемерие преуспевает в разности с действительностью. Между тем, спасительное учение, которым вы оглашены, преуспевает в противоположном. А какое место в вас зависть и злословию, в вас, которые, связываясь неразрывным союзом братолюбия, можете не потерпеть вреда ни от кого из разлучающих вас? Что зависть и злословие служат причиной ссоры и взаимной ненависти? Этого не знаете разве тот, кто не знает печальной истории Каина, который через зависть разорвал братский союз? Затем впал в коварство, лицемерие и убийство. Бытие глава 4. А что завистливый, нечист от злословия, в этом можно удостовериться из примера братьев Иосифа, которые весьма много наговаривали на него отцу своему. Бытие глава 37. Посему, говорит, очистившись от всех этих зол, приступите как новорожденные младенцы, ибо таковых сказал Господь есть царствие. Лука 18.16. И питаясь бесхитростным учением, растите в меру полного возраста Христова. Ибо вы вкусили, то есть через упражнения в священных заповедях евангельских, вы осязательно узнали, сколь благо это учение. А чувство в деле знания сильнее всякого слова, как испытываемое на деле приятнее всякого слова. Итак, опытно познав на себе благость Господа, и сами показывайте доброту и милость друг другу, и возложите себя на живой краеугольный камень, человеками отверженный, но Богом почтенный, и избранный, и сущий, и пророками предсказанный. Теснее дружитесь между собой через единение любви, и сочленяйтесь в полноту духовного дома, немало не заботясь о презрении со стороны людей, потому что ими отвержен и краеугольный камень Христос. Достигнув единомыслия между собой, и устроивши из себя духовный дом, и приобретши святое священство, приносите жертвы духовные. И не думайте, что можете приносить Богу жертвы, непорочные тогда, когда не храните между собой союза любви. Воздевайте, сказано, чистые руки без гнева и сомнения. 1 Тимофей 2.8. Как же желающий соединиться с Богом через молитву достигнет сего, когда сам отрыгает себя от своего брата через гнев и злые сомнения? Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы Феофилакт был среди нас, смог бы он сказать эти слова? Все. ВЫСТРЕЛ Продолжение следует...